Большой спорт это всемирная известность, серьезные травмы и самое главное, большие деньги. Почему самое главное? Да потому что людям нравится считать чужое бабло, особенно если речь идет о популярных спортсменах, у которых Франклинов хоть жопой жуй. Вот и обсуждают, кто, куда и сколько всадил деньжат. А уже они-то всаживают лавандос, будь здоров, пытаясь изо всех сил приблизиться кожделенной элите. Суммы поражают количеством нулей, но сами покупки вместо восторга куда чаще вызывают банальный смех, который объясняется неразумностью затрат. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы расскажем о самых расточительных спортсменах. Почему тренжер из мира спорта так много? Дело в том, что часто известными спортсменами становятся выходцы из очень бедных семей, которым на еду-то денег не всегда хватало, а тут хоп, и столько кэша в одно рыло. Он богатство мозги и запудривает порой даже до абсурда. Яркий представитель кэсты «Жили бедно» хватит Флойд Майвейзер. Бывший боксер, который был одним из семи детей в семье, и по его же рассказам, им иногда приходилось экономить даже на электричестве. Что ж, сейчас Флойд точно на нем не экономит. Вряд ли человек, обрадовавший себя долбанным частным самолетом за 45 миллионов долларов, не может оплатить коммуналку. Прикол в том, что он купил и так одну из лучших летающих бричек в мире, у которой внутри стоит Роллс-Ройсовский двигатель. Ну а боксеру этого было недостаточно, и он всунул свою ласточку допов на 5 лимонов. Нихуя себе! К слову, Криштиану Роналду летает на самолете той же марки, но на модели, которая аж в два раза дешевле. Нищебродствует, так сказать. Оно неудивительно по сравнению с Ллойдом, нищебродствуют все, ведь Форбс уже в который раз признает его самым обеспеченным спортсменом. Кто еще, как не этот зверь, может подарить своей дочери на днюху кольцо за 5 миллионов бачи? И это мы не говорим о стандартных и спонтанных покупках Майвейзера, а-ля зайти в магазин Эрме и купить 5 сумок на 400 тысяч долларов. Походу, бывшему боксеру настолько отбили мозги, что он разучился считать и вообще не смотрит на суммы своих покупок. Дэвид Бэкхэм, видимо, тоже не особо парится по поводу цифрок под шестью нулями, раз позволил купить себе особняк за 65 миллионов долларов. Но оно и понятно, Бэкс это не просто бывший футболист-мультимиллионер, это еще и икона стиля, хотячий бренд, зашибающий кучу денег на рекламе. Так что, дорогой ремонтик в особнячке он себе тоже может позволить. Бывший капитан сборной Англии по футболу и его жена также собираются потратить еще 8 миллионов на ремонт особняка перед тем, как переехать туда. В частности, в обновленном доме появятся комнаты для стрижки волос, маникюра и педикюра, а также отдельное помещение для большой коллекции обуви Виктории. Пожалуй, бывший капитан сборной Англии любит недвижку сильнее всех, поскольку пару лет назад прикупил себе еще один особнячок. Но на этот раз поскромнее, всего за 41 лям. Но тоже просторненький, 10 спален, 5 гостевых комнат, 6 ванных и куча других прикольных мест типа кинотеатра, бильярдов и бассейнов, куда простые смертные ходят за пределы своего дома. Но они отказываются от недвижимости и лучшие футболисты нашего времени, уже упомянутые нами Криштиану Роналду и Лионель Месси. Лео этой весной купил себе уже вторую гостишку, стоимость которой не озвучивается, зато первая обошлась ему в 30 с хвостиком зеленых лимонов. Здание находится на второй береговой линии одного из самых популярных пляжей острова. Стоимость одной ночи в отеле составляет от 226 до 525 фунтов стерлингов. В отеле 52 номера, большой бассейн, бар на крыше, также есть служба по предоставлению VIP-услу. Ничтожные копейки по сравнению с пятизвездочной колупой Криша в Монако. Ты даже представишь, не можешь в порядке сумм. Да и я, честно говоря, тоже не поверил. Целых 160 миллионов долларов. Сто, мать его, 60 миллионов. Капец какой-то. А вот один из самых эксцентричных футболистов современности Златан Ибрагимович обожает яхты. Нет, недвижку он тоже любит, но отличился именно любовью к яхтам. Свой переход в Лос-Анджелес Гэлакси он отметил покупкой роскошной баржи почти за 10 миллионов долларов. Это чудо техники предназначено для 10 пассажиров и 60 членов экипажа и оборудовано запатентованной купольной платформой на гидравлике, которую можно опустить на разную высоту, создавая одновременно бассейн с морской водой и затопляемый гараж для гидроциклов. Я вот произнес сейчас все это, но даже представить не могу, как оно все работает. С ума сойти можно. Космолет, блин, какой-то. Если заграничные спортсмены попадают на первые полосы желтых газетенок благодаря нереальным суммам покупок, то лидеры отечественного спорта отличаются способностью быстро спускать баблишка в трубу. Например, на свадьбу. Это мы так подвели к бракосочетанию Александра Овечкина, которое состоялось менее года назад. На его свадьбе присутствовал весь наш бомонд. Басков, Кобзон, Ленинград, Баста и даже Бонни М пожаловали поздравить величайшего хоккеиста. Все в лучших традициях и с огромным размахом. Трехметровый торт с подсветкой, куча цветов, изысканные блюда и поздравления от самого президента. Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Слышите меня? Да, слышно, слышно. Добрый день. Я хочу вас поздравить, вашу невесту, вашу жену. Хочу поздравить с замечательным событием, тем, что вы у нас в жизни, надеюсь, навсегда. Да, хочу пожелать вам любви, крепкой, здоровой, хорошей семьи. И вам лично еще успехов спортивного. Надеюсь, что мы с вами еще не один раз поиграем весь в хокке. Обязательно, спасибо огромное, спасибо большое. По самым скромным подсчетам, триумфатор Кубка Стэнли выложил за мероприятие 70 миллионов рублей. Хотя организаторы элитных свадеб уверяют, что сумма, мягко говоря, занижена. И тут я просто не могу не вспомнить свадьбу судьи и дочери из Краснодарского края, в которую вбухали 120 лямов. Настоящий блокбастер с бюджетом в 2 миллиона долларов. По курсу 120 миллионов рублей. Но это не съемочная площадка. Так погуляли на свадьбе дочери действующей судьи Краснодара Елены Хахалевой. 120 лямов в одно только мероприятие. Но да, по сравнению с ним, Овечкин нищебродствует. Радует только одно, для проведения своей свадьбы взяток ему праздник пришлось. Да и кредитов тоже. По информации Forbes, лучший российский хоккеист современности заработал за прошлый год 14 миллионов долларов. Подумаешь, месяцок-другой потрудился ради свадьбы. Ну и обязательно надо вспомнить наших родных футболистов, которые поступили очень правильно. Нафига вкладываться в какие-то отели? Зачем эти понты с домами и яхтами, когда можно просто бухнуть на 250 тысяч евро после обсера с подливой на евро? Рук не хватает на плечах, в ведрах, вот на специальных носилках, чтобы вынести все заказанное шампанское. Перед российскими футболистами в элитном клубе Монте-Карло согнали почти весь персонал. Понятное дело, что это мелочи в масштабах озвученных ранее сумм. Но блин, там и спортсмены были всемирно известны. Да и как-никак вложения. А тут непонятно кто в нищей стране. Четверть лимона на шампусик. Да еще и после поражения. Четко. Крут, че? Видишь, не зря нас спортсменами подшучивают и считают их далеко не лучшими инвесторами. Их деньги и их решения. Но порой космические траты ничем иным как абсурдом не назовешь. Радует одно. Далеко не у всех людей, которые зарабатывают своими мышцами, атрофировался мозг. И некоторые спортсмены тратят свои миллионы весьма разумно. Об этих ребятах мы поговорим в следующий раз. А пока напиши, каких сумасшедших сливок денег звездами спорта известно тебе. Ждем твоего мнения в комментариях. И не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся.